10 секунд to go 5 секунд Лагерь очень сильно ошибались кайпи по началу они выиграли мид, триплу выиграли хорошо справлялись с гангами пара отдач от пака и все полетело в тартрары конечно Resolution очень паршиво отстоял мид против пака против Артизи на предыдущей карте надеюсь, что больше такого я не увижу что Resolution будет все-таки нормально стоять в свой лайн. Но это у нас уже европейский сервер. Так, это у нас уже европейский сервер. И тут будет немножечко полегче. Так, что-то там про Empire пишет, каким составом проиграли они IC Cup. Импайр проиграли команде IC Cup своим стандартным на последнее время составом. Это Lost, Scandal, Blow Your Brain, FNG и Sunlight. Хотя игра там была... Ну вот знаете, такое ощущение, что вот начинается вот игра, да, и вот все у имперцев хорошо. Трипла стоит, Скандал на миду выигрывает. В итоге там на хардлейне Lost тоже что-то делает. XP получает, фарм получает. Потом середина игры, имперцы сливаются и IC Cup тупо давят. Две карты было вот приблизительно в таком вот русле. Ну, сейчас мы видим пик OD и пик SF со стороны. Ну, пик OD от IC Cup и пик SF со стороны кайпи. Хммм, ну неплохо, 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 я бы даже сказал. Просто интересно, как SF будет стоять против OD. По-моему, вообще никак. Потому что если SF против Квапы тяжело, то против Дистрап, по-моему, будет вообще забей. Кайлами не покидаешься, потому что он тебя прячет в Астрал. Крипов не бодинает, потому что у OD еще сильнее тычка, чем у Квапы. Тут тоже тяжело будет ластхитить крипов. Вот, ну и, естественно, SF будет немножко тяжеловато. Ну, блин, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Вивера, правда, забрали сами кайпи. Не захотели его отдавать резолюшн. А может быть, кстати, Дестер и не в мид пойдет. Да не, наверное, и в мид все-таки. Вот, кого бы вы хотели увидеть в данном пике от команды AC Cup? Вот, ой, не хочу АЭМа, не хочу Луну, не хочу Найкса, не хочу Герокоптера. А хочу, хочу, пожалуй... Ну, воида они все равно не возьмут. Луну тоже, как в Дании, очень-очень хочется. На Луну посмотреть. Виверы надоели. Блин, что бы такое придумать-то интересное. Может быть, какого-нибудь с Дистром закомбить, типа... Что же можно было бы закомбить с Дистром? Чтобы маны так много было. Ну, не знаю. Вот, опять-таки, мне Свен очень нравится. Редко его пикали. Я вот бы на Свена посмотрел. Но он здесь вряд ли будет к месту. Вот, поэтому... Но все равно интересно, кстати, кого пикнут. Резолюшн сейчас думает. Возможно, следует выбрать Герокоптера. Слишком тоже хороший герой. И на Лайне, и в Лейте. И вообще сам по себе. То есть, он даже, если саппортить будет, тоже будет полезным. То есть, максишь просто руки-барашь. Ну, то есть, ты рейнжовый. Ты можешь там нюк хороший скинуть. Можешь подстанить с ракеткой. Ульта у него тоже классная. Так что, в принципе, раньше брали... Ноу Тайдхантер, который сейчас называет себя Альянсом. Раньше брали Герокоптера в качестве саппорта. Да и многие другие команды тоже это делали. Но, блин, Резолюшн решил забрать Дарксира. Вот странно. Странно. Почему же все-таки Резолюшн решил забрать Дарксира для магов? Все-таки маг вот вркой. Что в матче против Эмпайр, что в матче против Кайпи на первой и на второй карте. Или на второй там не было врки, я, честно говоря, не помню уже. Нет, стойте, там же, по-моему, не было врки. Ну, блин, ладно, неважно. Просто, где маг играл на врки, он так вообще отлично играл. Такие шоколшоты скидывал эпичные, что, мам, не горюй. Я бы побоялся все-таки на месте Энви мага. Ну, вот сегодня он будет на третьей карте, на решающей карте, играть именно Дарксиром. Хорошо, пусть так, пусть так, пусть Дарксир. Сюда Снайпер бы заехал, отлично. Ну, Снайпер. Блин, Снайпер тоже такой немножечко юслес. Поэтому, вообще можно Нагу, пусть Нага-то фармит. Почему бы и нет? Обеспечить ее саппортами от СД и под СД что-нибудь бы. Эх, что-нибудь бы под СД. Что-нибудь бы. ТХД, Лина, Кунка. Кунку, может, не? Кунку, точно, Кунку! Давай, во, шик, блеск. Офигительно, восхитительно. Я думаю, что Кунку будут брать. Ну, вот Энви, кстати, мог бы ее и забанить. Ее, его. Кунку, его. Ну, давайте, давайте, Энви. Что-то надо пикнуть. Инча у него какая-то такая интересная. В пике. Ну, может быть, для пуша. Может быть, для... Ооооооо! А куда этот человек пойдет? Слушайте, сдается мне, что СФ будет на легкой. Хотя Магнус тоже, конечно, поест от Дистра. Может быть, даже еще больше. Ну, не знаю, что с этим Магнусом делать. Потому что Магнус, конечно, классный. Магнус, конечно, может ультимейты скидывать. И будет все это очень эпично смотреться. Но не знаю. Все-таки Фантомочка, говорят. Да, Фантомочка тоже классно бы хотел посмотреть. Рубика забанили. Кап как раз-таки саппорта не хватает Кайпе. С такой халявной инициацией, конечно же, как у Рубика. Надо было бы пикнуть. Резолюшн убрал этого героя. Энви вынужден сейчас. Ну, вот Квапу решил убрать. Думает, наверное, что Дестер будет фармить на топе. Ну да, я, конечно, читаю сегодня. Ну, тут не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понять, кого будут пикать айси каповцы. У них такой весьма своеобразный пик. Кунка лейт, ну, не такой уверенный, как, например, Вивера СФ при равных, возможно, условиях. Или там чуть... Ну, дело в том, что как бы сложно создать равные условия. Вот у Кайпи подобный пик, что, мне кажется, Магнус получит 6-ой. СФ получит свои, там, 36 душ плюс ульту. И Нича там тоже старается пушить. Ну, вот Баратрум. Баратрумчик. Синк играет на Баратруме. Ну что ж, посмотрим. Третья карта должна быть веселой. Пики очень интересные, очень своеобразные. Медузу можно было бы, пока ей не бафнули ульт. Ну, да, Медузу. Я, кстати говоря, тоже думал, почему же все-таки Медуза не пикает в ЦМе. Ну, не сейчас, когда она еще была. Просто на момент, когда Медузу можно было пикать в ЦМе, очень популярен был Фантом Ланзер. Сейчас все-таки он не так популярен. Сейчас чаще берут Вивера, сейчас чаще берут всяких вот СФов, да, нежели чем Фантома. Ну, хотя Фантом тоже частенько встречается. Но, тем не менее, ульта у Наги, она иллюзии дамажила, да, поэтому... 5 секунд. Поэтому, поэтому все-таки странно мне было видеть, что ее не пикали. Все-таки герой тоже хорош. Ульта у нее очень классная, даже до того, как ее бафнули. Или что там бафнули ульту, по-моему, у Наги, да. Так, ну что, Дестер. Resolution играет Дестром. А тут-то кто? Артизия. Ну, Артизия СФом пойдет в мид. А Боун, Хардлендер, Энви фармит, Синг саппортит. Ну, ой, Синг, да, Синг саппортит, Энви фармит и Артизия в мид идет. Ну, хорошо, здесь все ясно, здесь все понятно. Кажется, пик айсикапов лучше. Ну, знаете, конечно, очень тяжело мне судить, потому что это довольно абстрактные такие вещи. Ну, то есть, что есть у айсикап? Огромное количество АОЕ. У них есть Нага, которая позволяет как-то перегруппировываться в драке. Ну, и Дестер тоже такой суровый дядька. Ну, вот у Кайпи у них больше такие точечные, да, то есть у них вивер, который может бегать там как-то за спину к саппортам, забежать и начинать их вырубать. У них есть Магнус с, кстати, Боун идет в мид, пока что у него закуп, хотя он, наверное, что, он в лесах, что лица? Я не понимаю, куда он вообще пойдет. Так. Нет, все-таки на харду. Ну, тут, по-моему, асикаповцы решили 3 против 3 стоять. С Баратрумом, чё б не постоять. Да. Ну, Дарксир будет в любом случае стоять против милишника здесь. Ну, похоже, да, поэтому... Опачки, поймали. Казу-казу поймали. Резолюшн уже накидал ей. Две тычки. Больно было, блин. Уже танго хавает. Пайлайдай. Разбегает с половином. Ну, так все-таки. Куда пойдут-то? Куда же пойдут? Нет. Маг идет на бот. Все-таки Маг идет на бот. Вардов-то тут понаставили. Ёппарасоте. Ну, Диварли сейчас будет... Да. И вот этот смогут? Нет? Смогут. Ну, наверное, предполагают Кайпи, что здесь поставлен вард, который блочит. Вот просто не хотят тратить, возможно, центрик. Надо убедиться в том, что там что-то блочится. Так. Что? Да... А, дабла в центре. СД плюс кунка против... Ага, СФ-то получилось. Смотрите, Эмповер на первом уровне ластхитит, а Боун кидает на себя Эмповер и фармит крипов. Интересная стратегия. О, СФ там уже подлетел, похоже. Да, твичка. Залетели. Твичка. Еще. И неужели не догонят? Нет, все-таки не догонят. Банк. Ну, вот зачем он, если он на флай вышел и просто поломал себе пол лица? Вот в итоге накоцали СФа, как дурного. СФ прожал банку. И он, если он на флай прожал банку. И что убивали, что не убивали. А, это... Жакала там какой-то иммортал. Да, вот. Левиапан Вейл Блейд. Такой выходит Магнус. Навешивает Эмповер, чтобы немножечко полегче было Артизе. Немножечко полегче было Артизе стоять в центре. Так, а что там Магнус? Второй уровень получил. Шок Вейх. Не знаю, что они будут с этим Магнусом делать. Он просто навешивает постоянно Эмповеры. А Эмча, похоже, там стакает. Ну, вот Синг. Блин, Баратрум, конечно... То есть, он... Что такое Баратрум? Баратрум это герой, который может очень жестко роумить. Он... На самом деле, я бы даже посчитал, что... Ну, для СМа... Все-таки я не видел, чтобы Баратрум выигрывал доту пока что в СМе. Но в паблике Баратрум очень жесткий. То есть, когда люди не умеют играть, то Баратрумы их просто ломают вообще по хардкору. То есть, просто когда в СМе играет Баратрум, то... Ага, смотри, бежит Баратрум. ТП на топ-1, ТП на топ-2 и все. Баратрум как бы ничего не может сделать. В паблике как бы такой не встречается. Ну, все равно Баратрум очень хороший герой. И в данной ситуации я считаю, что... Ну, я люблю смотреть за Баратрумом. Он экшена много создает на карте. То есть, я вот люблю таких героев, как Квапа, Пак, Баратрум, там СФы, там, всякие тоже, которые напрягают. Ну, он пока занимается ничем иным, как просто фармит свои леса. Втроем прямо-таки пытается профармить кайпе лес. Тут и Ильча, и Баратрум, и Магнус. Все все фармят. Ну, тут, кстати говоря, стакают, да? Ну, потом вместе все это дело надо будет зафармить. И получить с этого много опыта, много XP. Вот можно Пайлайдай просто переманить Солуха. А, да, он просто переманит Солуха. И сейчас Торнадо запустит сюда. И все будет отлично. А, Бон возвращается на легкую точку. И получит сейчас третий уровень. Потихонечку, помаленечку фармить себе третий левел. Здесь уже AC каповцы, на самом-то деле, довольно сильно поднялись в уровни. И вот у Кунки много крипов. И левел тут как бы у СФа один третий уровень. А здесь у двоих ребят, да, по треть... Ой, мини-карта куда-то проскроилась. И у двоих, ребят, третий уровень. Поэтому, ну, на самом-то деле, если СФ подставится под дизрабшен, ему, наверное, и не выжить будет. Ну, что там? Магнус бьет банку. Зафармили уже Торнадо, да? Зафармили, зафармили. С помощью Торнадо. Лесам. Ну, Вивер пока что рефармит. Торфир там в лесах, по-моему, тоже, да, пытается что-то сделать. С Оул Рингом стоит. Или он на боте, я что-то не помню. По-моему, на боте он стоял. Что-то не видел я его в лесах, в Айзи Каповских. Сейчас Энви отбивается банкой. Надо ему не накоцаться от Илон Шелла, который сейчас Маг на себя кастует и, да, сбивает себе банку. Неприятно. Но сделал Фейз Вивер. Интересно, интересно. Так, а вот Магнус-то, слушайте, а Скивер... Нет, Скивера нету. То есть был бы Скивер, мог бы как-то увести. Так, уходит сейчас Жакал убивать Артизи. И сюда сразу же чаржится Барадрум. И, по-моему, проблемы будут. Сейчас у Кунки он вовремя уходит. Блин, слушайте, неужели успеет? Да, успеет. Пам. Дизрапшн от Уэс Вон оф Лай немножко запоздалый. Шоквейв. Койл нет. Жакал уходит. О, хитрец. 100 хп. Чуть не встрял. Мог ведь реально умереть. Правда, Уэс Вон оф Лай сейчас, наверное, подцепит очень много игроков на центре. У Капи. Сейчас сплэш. Сплэш просто по всем. По Лай дай уходит. 60 хп. А Артизи 260 хп тоже ездит. Ну, тут дабл дэмэдж, конечно, припекло нормально. Прям шлёпнул как следует. Ну и маг тут. Ну, то есть, ситуация у Айси Кап просто шикарная. Потому что на миду СФ фарма не знает. На топе фрифармит дестер. На боте у мага всё не так уж и плохо. То есть, он тоже шестого уровня. По идее, Айси Кап получает бульд. Видите, они уже пятая минута. А у них уже на 2000 больше хп. И золота на косарь больше. Хотя они ещё ничего не спушили. ФБ не сделали. Никого не загангали. Вот там настолько всё отлично, что Резолюшн покупает себе мидас. А почему бы и нет? Фармит, ему никто не мешает. Дестер это герой, который не гангает. То есть, он как, я не знаю, как ДК, например. Да, он просто стоит себе в центре и фармит. Поэтому можно и не даст было бы приобрести Резолюшн. Никто ему за это ничего не скажет. Быстро он выфармит с этим. Ещё Реген находит. Ну, блин, маг, конечно, лакер, лакер. Реген нашёл на боте. Шикарнейшую руну для себя. Так, ССФ, ЧК. Не, не подцепили Торрентом. Не подцепили. Обузит боттл. Сколько крипов у СФ? Одиннадцать. И три. Ну, тут Магнус себя ещё не проявил. Вышку динает, да? Магнус четвёртый уровень. Динает или вышку. ВСБ тоже четвёртый. Ну, практически пятый. Ну, что, может быть, чардж куда или... Или чё? Ну, с ССФом каши не сваришь. У него слишком всё печально на линии. Вот, может быть, Always on a Fly как-то чарджнется убить. Синка пока что. Но он пойдёт, наверное, пятый уровень получит сейчас. Да? Здесь на лёгкой точке. Или в лесах. Или как-то, может быть, Мага. Ну, Маг должен понимать, что сейчас Баратрума на карте не видно. И поэтому ему лишний раз лучше не высовываться. Сейчас его с вармом напрягает Вивер. Боун выходит на центр. Ну, тут сейчас что-то эпичное будет в центре, по-моему. Чарджет Баратрума. Ну, вот, всё. Магнус спалился. Спрятали СФА, Солкейчер, Батуты. Ой-ёй-ёй, кто ж ФБ сделает? Магнус заехал! ФБ делает Тортизи. Умирает сам. И Джакала тоже, по-моему, сейчас будут убивать. Корабль кидает. Неужели этот корабль поможет ему выжить? Так, ой, подстанил. Ой, какой корабль-то. Всем корабль. Всем кораблям корабль. Ну, тут не удаётся убить. Ну, блин, разменялись. Много, много очень стянулось героев. То есть... Сложно как-то расценивать это как вот позитивный момент для Кайпи. Ну, вроде бы как чё-то сделали. Вроде бы как чё-то смогли. Но на топе всё равно Дестер прифармит. Даже Транквилла себе сделан. Не знаю, нафига ему Транквилла, конечно, в такой ситуации. Сразу по Т, там, я не знаю. Мекку будет, наверное, Дарксир делать. Чё, пусть сделает Мекку. У него фарма достаточно на боте. Даже практически столько же, сколько и у ОД. Посмотрите, да, только вот его там, конечно, напрягают немного. Поэтому он не так быстро соберёт Мекку, как Дестер, если захочет. Но всё-таки. То есть, просто ПТ, Форстаф, Хекс. Один раз ультанул, вся команда легла. Обычно с Дестром именно так и происходит. Если он стоит на прифарме, и команда не умирает на лайнах. Ну, 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 ну что? Настакали крипов для СФа. Убивать, да? Убивать ещё один стак, пытается сделать Артизи. Дарксир. Ну всё, видите, Дарксир будет собирать Мекку. Тогда Дестер 969 золото приходит на центр, по-моему. О, Смок. Смокевич, Смокевич, Смокевич. Куда? Пойдут, наверное, вот так вот заходить, да? Как-то и тут ответный Смок открывается. Олдис Монаплай первый. Ну, по-моему, всё, Лича умерла. Очень легкий фраг для АСК-каповцев. Сефтум ещё такая... Так, а что это был за чардж? Какой-то непонятный чардж от Синга. Он в итоге как бы его дал, но получилось, что и не дал. Сейчас пытается убить Аллис Монаплай. Очень легко его убивают. Но он, правда, может умереть сейчас ещё. Нага. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, отдали. Отдали, конечно, на СК больше героев, нежели чем убили. И в итоге Дестер что-то с топа перетянулся. Чё перетянулся? Чё туда ходил? Или я не видел. Припа там шёл, что ли, продавать? Или не заметил просто реально, где находился Резолюшн сейчас. ПТ у СФ, у Магнуса Аркана. Сейчас у Магнуса. Смотрите, шестой левел у Магнуса. У братрума шестой. Вот. В данный момент вот такое окно появляется, в котором Кайпи выглядит немножечко сильнее, как мне кажется. Хоть и СФ там огребал. Посмотрите по статистике крипов, да? Насколько сильно он огребал. Вот. Ну, всё равно, если как-то начнут хаос наводить, может быть... Может быть, вот тут пишут что-то там про Транквилы и обузят пассивочки. Да, да, конечно же, Эссенсаура работает, когда ты кастуешь Транквилы. Но, честно говоря, когда ты её выкачиваешь на 4, тебе не нужно обузить. То есть, ты всё равно... Мана не кончается в Узи Страх, когда у него на 4 вкачанная Эссенсаура. Мана не кончается, когда вкачанная Эссенсаура. Да. Показалось, что я оговорился. Ну что, выходит. Кунка. Кунка выходит. Видит Синга. Синга не подцепить. Все, если на флаге немножечко мог подставиться, если бы зашёл чуть дальше и было бы чуть больше игроков. Ну, у Энве фейзы и готовится клинка. Но всё равно пока что, что золото, что ХПА, всё в плюсе у Айси Кап. Что это? Форс Тафф. Да, видите, не стал делать Мекку. Мекку делает Дарк Сир. Сразу же делает Форс Тафф. Дестра. Это, конечно же, правильно. Синг стоит на варде. То есть, его видно, когда он будет чаржиться. Он такой очень злой, недовольный жизнью. Братрум. Ему не дали фармить. У него, кстати, сапога даже до сих пор нет. Но ему, в принципе, сапог как бы айтем не первой необходимости. То, что чарж ему даёт там статическую скорость. Какую-то, которую нельзя изменить с помощью там всяких ПТшек. Так, чаржнулись в Always On Apply. Отменяется. Сразу же пошёл. Так, понимает сейчас Кайпи, что стоит там вард. Заходит на Синга. Пытается убить. Летит корабль. Но Братрум ультанул и увернулся от корабля. Тем временем пытается убить Always On On Apply. Бон не кастил рпшечка, рпшечка. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, всё-таки Джакал, по-моему, убежит. Убежит. Да, спасся. А, нет. Вот ещё и Нагуа окучили. Блин, печально. Как, смотрите, накоцались Кайпишники. Виспов надо кастовать ничем. Всё, пошли Виспы. Джакала как-то убить. Здесь Бон. Бон, конечно же, в любой момент готов скастить рпшечку. Вот, блин, Резолюшн собрал себе Транкилл и в итоге разобрал их вот в ПТ сразу. Ну, просто, не знаю, золото потерял какое-то. Зачем? Хотя он, кстати говоря, из колечка на реген сделал Форстаф и... Ну, просто, как бы, вот это вот 175 там или сколько там это кольцо стоит. Рингов Протекшн. Терри-терри-терри-терри-терри-терри. Ну да, в принципе, немного потерял. Просто я подумал, что он ещё кольцо регена куда-то там продал. Но забыл, что он поставь нужно. Так что, в общем-то, наверное, стоило бы эти Транкиллы собрать. Так, урна. Ну вот урна. Теперь в ганге команды Кайпи не будут, так сказать, пропадать зазря. Будет заряжаться урна. Там будет возможность после каких-то массовых драк захилить тиммейтов и себя самого Усинга. И в итоге там пойти что-нибудь спушить. Вот сейчас просто не получилось у Кайпи проатаковать мид за счёт того, что... Ну, понимаете, сильно накоцались. Там фортификейшн. И пришлось отступить. Вот, блин, стоял Боун в лесах и на Хардлейне. А тем не менее, восьмой уровень, Арканы, Тысяча Золота. Не каждый Магнус в миду может себе такое позволить. Да? Ну, как бы, понятное дело, что когда ты стоял... Ну, если бы он стоял против вот таких вот пацанов, я думаю, что у него было примерно то же самое. Да? Тем более, что вот тут у СФа девятый, ну, как бы, не сильно... Ну, да, вот уже девятый уровень получил Магнус. Вообще, реализован. Реализован Магнус. Тут сложно с этим спорить. То есть, он... Я боялся просто, что он не получит достаточного количества опыта и золота, чтобы быть полезным. Но сейчас он представляет действительно такую очень явную угрозу для украинской команды. Смоук. Что же это будет? Руна уже забрана. Реген у Кунки. Иксмарочка пока что не прокачана. Наверное, здесь борзеет. Потратил таймлапс. Инча готова защищать. Ага. Сейчас вот, наверное... Ага, падает Смоук. Так. Видит все это безобразие Пайлодай. Уходит ядом просветить пытаются. Инчу. Но нашли там тролля. Сейчас. Убьют его. И пойдут, наверное, давить. Ну вот сейчас у Дистра вторая ульта. ПТ на инту. И форстап. То есть, он вообще ударит. Будь здоров. Так что... С резолюшном пока что шутки плохи. Пытается сплетануть немножечко кайпи. На бот полетел. Так, а куда Дестер полетел? На Джакала. Полетел Дестер. Полетели импетусы. Ну, по-моему, здесь Баратрум не нужен. Два кайла от Артизи. И уходит Кунка в таверну. Ну вот в итоге, смотрите, разменялись по вышкам. И убили Кунку. Выгодно? Выгодно. А кого тут подцепили? Подцепили бомб. Оп-оп-оп. Скивер неплохо. ТПА. О, ты. Не, не выживет. Ой. Ладно. Израбшин скастом. Баратрум ультует в резолюшн. Ну, не. Резолюшн не должен умереть. Он сейчас себя прячет. В итоге будут отступать. Потому что тут перегруппировывается украинская команда. И они представляли определенную угрозу. Там Мак еще байтил на Меку. Типа там. Вот он Дестер. Казалось бы, так близко. Да? Убейте его. А там чуть что. Мак сразу же Меку скастовал бы. Ребята не намерены просто так уходить с топа. Или намерены. Нет. Все-таки уйдут. Все-таки уйдут. Рекламируют у меня в чате мапхак для Дота 2. Интересно. Мапхак для Дота 2. Ну да, ну да. Так. БКБшечка. БКБшечка. Ну да. Нужно купить. Нужно СФу. БКБшку. Приобрести. А то слишком его сильно стирает. Команда соперника со своего прокастом. Идут давить центр. Но тут хочешь не хочешь, а драку по-моему придется поддержать. Навязывают бой. Сикап на центре. Ну и по крайней мере идут пушить вышку. И тут как бы ты обязан либо бой как бы дать, либо отступить и что-то сделать полезное. А, тяжело сделать. А, у Гивер на боте сбрил вышку. Так что в любом случае разве. Ну что ж. Пока что удается Кайпе избежать боя, да? Пока что удается избежать боя. Магнус. Ой, слушайте. У Магнуса Блинк Даггер. Ну теперь запасайся гробами, как говорится. Потому что если это будет РПшка, то РПшка может быть очень опасной. Если Нага не попадет под РП, то даст свою песенку. Ой, под Форстафелс и Резолюшн как начальник Тари... Ой, не по таймингу. Не, по таймингу. Могли бы убить здесь Инчу. Но немножко ошибся Кунка. И получилось так, что не попало Инча под все эти дизейблы. И тут растяжечка пошла. Лейсон оф Лайт делает ТП-аут. Куда-то Баратрум пытается убежать дальше. Немножко не на того чаржнулся. Может на Резолюшн бы чаржнулся. Убили бы его сейчас под вышкой из-за того, что там одного человека не было. Идут убивать Рошана. Дарксир на топе задинаил вышку, если я не ошибаюсь. Так, правильно. На топе Дарксир задинаил вышку. По-моему, какая-то сейчас будет война. Будет тут сейчас война. Знает, знает AC Cup, что команда соперника находится там. О, РПшка! Подвози! Подвози! Взорвался Артизи! Минус 3 сейчас сделают кайпи. И выходит на пуш Т2. У Кунки Шэдоу Блэйд. Но чем он, собственно, этим Шэдоу Блэйдом будет делать? Помашет там перед лицом европейская команда? Мол, ребята, у меня Шэдоу Блэйд. Вот она, неожиданная РПшечка, так сказать. Поломают. Ой, поломают вышку. Все, это минус. Батут. Корабль может. Не, корабля. Блин, ну Дестер Дестером. Но ульту он ни разу так и не скастил. Вот такой вот печальный факт. Слушайте, как вообще кайпи вперед-то выходит? Энви видит саппортящую Нагу. Ну и давай, Нага, кастуй свою ульту. Сеточка. Рептайт. Да кастуй уже. Умерла, правда. Лол. Ха. Вот это провал. Ну тут сейчас, по-моему, нахлебаются АСКаповцы. Правда, Энви. Энви таймлапс есть таймлапс. Не успел. Не успел. Не успел зажать таймлапс. Просто ультом пацана стерло. Ну, может быть, байт ульта Дестера на Вилера он того и стоил. То есть в ближайшее время АСКап не смогут так хорошо и уверенно драться без ульта Дестером. Убили еще ничего. Открывается возможность убить Рошана. Тем временем на топе Артизи с БКБ делает, наверное, ну я не знаю, что это манта будет, что. Что из этого ультимейт-орбо еще можно придумать, сообразить. Магнус может дать РП-шку. Магнус, кстати говоря, уже готов давать РП-шку. Правда, поздновато. Пойдет. О, подвезли. Убили. И да, все, Нагу убили. Даже без РП-шки. Ну, хоть что-то на этом Рошане, так сказать. Навязали какую-то борьбу к Айпе. Убили Нагу. Сейчас СССР в центре. Да, фармливают. То есть СССР тоже что-то подфармил. СССР тоже что-то имеет. И идут, похоже, что драться. Always on a fly. Последний убегает. До Т2 в центре. Кого Аегис? Кстати, Аегис у Гестран. Ну, вообще опасно, наверное, так выходит. Все-таки тут Иксмарочка уже должна быть. Хоть и первого уровня. Но если как-то неловко там получит ее, то можно, конечно, и отъехать. Аегис есть у Резолюшена? Но ульты-то нету. Дамаг он, конечно, вливает. Но пока без ульты драться немножко страшно. Хотя, сами кайпи отступают. И мы решили слегка подфармить. Полторы тысячи золота здесь. Тут 150. Линка у вивера. Да, самое время посмотреть на Нетворс. Я что-то забыл. На этой карте переключиться вовремя. Можно даже вот такую табличку. Смотрите, камбэк. 4 тысячи золота за счет вот этих вот драк получают кайпи. И в итоге преимущество их сейчас составляет 2 тысячи золота. Что касается Икспы, приблизительно такая же ситуация здесь. График выглядит аналогично. Симметрично. Я бы даже сказал... О, тут правда в смолке уходит. Смотрите, в смолке. Астрала. Эх, астрала нету. Ну, в смысле есть, но форстафа нету, чтобы подойти так. Резолюшен получает много урона. Но не забываем, что у него есть Аегис. Баратрум тяржится. Always on a fly. Но нет, все. Shadow Demon здесь мертвец. Правда, его спрятал. Очень четко резолюшен. Корабль попадает по Сингу. Сингу получает Мекку. Живет еще чуть-чуть. Энви. Use it time lapse. РП-шка от Боуна. Взрывается. Сэф, но он взрывается так далеко. Стяжка. Дарксиры плюс стенка. Очень, очень неприятная размена для команды. Асикап убили Кунгу. Сейчас появится Дестер с такими жуткими звуками. Но ничего он не сможет сделать. Он пытается убить Артизи. Но он бьет. Бьет он в горку. И поэтому мажет несколько тычек. И за счет этого Артизи остается в живых. Тем более, что ему Магнус тут немного помог. Тоже, кстати говоря, чуть не умер. Ну что ж. Выгодная драка для Кайпи, как по мне. Только вот надо как-то перевести дух. Блин, Артизи бы взорвался поближе. Или бы Магнус подвез бы. Там бы сразу все бы умерли. Хотя и так получилось Кунгу забрать. Шэдоу Блейд плюс Кристаллис. Так, на топ у нас ползет Дестер. Даже не ползет, а партийца ультимейт. Орб есть у парня. Надо чуть-чуть еще подфармить. Подфармить и купить себе Мистик Став. Вот буквально самую малость осталось. Тут, правда, его убить могут. Смотрите. Оп, оп. И блочат Рез. А, смотри. Тут такая Нага ничего не... А пассивочка СФа действует. Должен понимать сейчас. Но проблемы. Спрячет? Успеет? Нет, успел все-таки Братрума спрятать. Ульт от Наги. Неплохо. Тепаут. Ребята, ребята, убегай. Ребята, бежим. Бежим. Нага все лицом торгует. Умирает. Ну, хотя бы Дистра спасли. Ладно. Будут, по-моему, встречать здесь Кайпи Мага. У него нету. Сейчас Стерджа его спасает. Дизравшин корабль. БКБшечка от Артизи. Стяжка. Стенки нету. Блин. Не самый хороший, конечно, ультимейт от Боуна. Но, по крайней мере, из Алюшина должны забрать. Так и происходит. Иксмарочка должна быть у Кунки. Правда, первого уровня. Хотя бы на кого-нибудь скинуть. Но он просто включил педали. Оооо. Вот это прикол. Подвез Боун просто как начальник. Правда, торрент от Джакала классный. Он в итоге двоих забрал сейчас. Ну и умирает от Инчи. Да? Рай от Импедуса. Блин. Плохо. Плохо. Очень плохо. Вивер фармит. Вивера 15 левел. И вот он, собственно... Мистик Став. Он был так близко. Вот. Чуть-чуть. И ульта бы просто сильно набревала. Ну, тут, конечно, Боун красавчик. Такие рпшки дают. Он даже не сколько рпшки, сколько так скивером умело пользуется. Да? А через шифт там блинкается, увозит. И удается как бы так удачно размениваться. То есть Магнуса с Баратрумом разменять на кого там? На Дарксира и Кунку, по-моему. Или что-то типа того. В принципе, выгодно, наверное. Что-то на Дарксира. 12-й у Кунки. 14-й здесь. 9-й здесь. 13-й. Ну, я не помню уже на кого. Но Кунку как бы убили. Не так уж все и плохо. Рош через 5 минут. Да, вот. Честно говоря, странно видеть то, что ICK. Так хорошо начали, да? И вот сейчас проигрывают драки. У них, в принципе, есть все для того, чтобы драться против кайпа. Но сейчас уже им, конечно, тяжело драться. Потому что тут уже айтемы пошли. Тут 16-й левел у СФа. Манта БКБ. Вот опять-таки. Нагнули СФа в центре. И он внезапно бах. Манта БКБ. Откуда у пацана Манта БКБ? Ну, как бы дураку понятно, что 7 фрагов там он сделал. И неплохо дрались. Кайпе. В сенфайтах, если бы не умирал. Там уже он 2 драки, по-моему, пережил. Да, вот это вот на меду столпотворение. Жуткое. И потом еще на топе там смогли поубивать. Так, ну что, по-моему, кунки сейчас будут ловить. Замедлили, просветили. Врыва. Ой, но это сейчас будет все, конечно. Тут стяжка стенка. Дестер пока что не спешит кастить свою ульту. Ему должен прилететь мистик став. Но неужели Дестер умрет? Пытается окутить Синга. Ультуй! Ой, неплохо получилось. Но, по-моему, дамага в итоге все равно не удалось нанести столько, чтобы... Пиявка сгрызет. Да, пиявка сгрызла. Нагу. Ну, вот, минус 2. Дестер ультанул без мистик став. А где его мистик став вообще? Вот, блин, в куре. Как обидно, что не было с собой. Вот, можно было бы намного больше урона нанести. Ну, представьте себе. Плюс 25 инты. Здесь на десятку умножается, да? Ну, вот 250 демэджа в АОЕ. Что, плохо, что ли? Ну, там плюс сопротивление, конечно. Но все равно нормально. Или нет? Difference Damage Multiplier. Multiplier 11. Что-то я немножко не догоняю. Как-то он похитрее немного работает, этот ульт. Не просто, что ли, от разницы в инте. Ну, ладно, сейчас некогда разбираться с этим. Ну, тут, по крайней мере, Multiplier 11, да? То есть, разница в инте умножается на 11. Это получается дамаг. Но тут еще есть Difference Damage Multiplier. Что-то такое я пока не понимаю. Ладно. Хотя, за Дестра очень любил играть. Пытается подцепить здесь Энви. Гинза. Вот, вот это важно. Вот это важность. От сеточки он увернулся. Захексили. Таймлапс у парня нету. Х-марка. Неплохо. Тарет кидай. Хорошо. Убить. Быстро убить Энви. И можно дальше неплохо драться. Спрятал себя Shadow Demon. Сейчас получит баф, наверное, от корабля. Да. Или нет. Не получил за счет того, что спрятал себя. Баф от корабля не получил. Джакал выходит. Выходит. Здесь Вард. Здесь Вард. Но это Вард. Кстати, АСК по всей части немножко запаниковал. Влетает Бон. А Бон ведь может. Может дать РПшку. Паузу ставят Инча. Так, и Энви пишет, что я стартую. Что это было вообще? Не понял, почему поставили паузу. РПшка. Ну, в соло Нагу. Не знаю, стоила ли она того. Потоптал ее еще. Смарочка. Тарент. Что-то пытается сделать Кунка. Но ему на самом деле надо педали включать. Потому что сейчас развернутся и убьют. Не стесняется, кстати, РПшки юзать. Вот сейчас бы, блин, РПшечку бы... Вот сейчас она нужна. А, ну... Ай-яй-яй. Ну, Резолюшн, конечно, терпит. Форстаф. Пряточка. Разменялся с ССФ по фрагам. Блин, а была бы РП, хоть сейчас бы вообще всех положили. Энви пришел с Байбека тоже. Хитрец. Ты прочитал про дамаг с Аганимом. Септер Рэндж. Септер Диффернс Дэмэдж. А-а-а-а. Вот я лалка. Думаю, че, блин, совсем не знаю, что как ульта Дистра работает. Вроде бы столько игр откатал, а. Что-то для себя новое. Ну, конечно, в 2 часа ночи после такой 6-часовой трансляции или 8-часовой немножко уже плавится шифер. Тут стяжка неплохая от мага. Стенки нету. Зря Асикам затеяли драку. Здесь без Дистра. Корабль летит, но никого не зацепят. СФ еще в таверне. Еще с той дракем. Но у него 2 куска золота. Не спешат вообще кайпи куда-то, так сказать, драться. У них все отлично. У них хороший лейт. У них лейт увереннее, чем у Асикап. То есть, как бы, Дестер, конечно, сильный герой в лейте. Никто не спорит. Кунка я бы тоже... Ну, он как бы не поворачивается у меня язык. Кунку назвать именно кэри. Он, скорее всего, семи-кэри. То есть, такой поц. Он, как бы, дамаг наносит за счет своего сплэша. Ну, там, корабль, конечно, тоже важный скил. На самом деле, корабль... Им не обязательно попадать. Им можно хотя бы, как бы, бафнуть своих тиммейтов. И там дамаг дико считывается. И там просто, не знаю, по-моему, невозможно умереть после того, как корабль про тебе прокатился, да? Если ты играешь в одной команде с Кункой. Вот, а если попадешь кораблем, так вообще сладость. Линку сделал Магнус. Слушайте, у Магнуса эта фарма вообще... Огромное количество. О-о-о-о! Ошибочка! Ошибочка! Взорвался с F-2 сразу же. Вот что они здесь сделали? Вот кто мне может объяснить, что здесь делали два игрока команды осиков? Тут вот огромное количество вардов мы видим, да? За счет которых, собственно, Магнус и привез пацанов под Рошана. Ну, просто вот, например, Резолюшн фармит на топе. Жакал тоже там чем-то занимается непонятным. Мол, если он на флай, я не помню, где он уже конкретно был. Но в итоге пацаны оказались там вдвоем. Они могли попытаться вот там скастить ульту у Наги. Там Дарксир бы поставил стенку. Но это все равно бы ни к чему не привело. Это было бы просто слиты два ульта. И ничего не случилось бы после этого. Конечно, может быть, подошли бы потом Айси Каповцы. Если бы они подошли, может быть, что-то изменилось. Но здесь, конечно, они не подошли бы. В любом случае, были бы слишком далеко. Сейчас Соп, пожалуйста, Улвисон офлайн. Умирает, корабль летит. Артизи жмет БКБ, дает Кайлы. Синга прицепили, но Синга все равно ультует. В резолюшен. Вот он, корабль, да, там. В резолюшен мало урона получает. Вот он, видите, как дико считывается. Он только сейчас. Он только как зашел на ХГ, он только сейчас продамажился. Так у него там практически целый столб был. Все равно тут удалось как-то хорошо подраться. Дайаз потерял в топ-тавере. Не знаю, пушить или нет. Ульту Дистра заряжен. Стенка... Вот стенки нету. Стенки нету. Это плохо. Потому что надо сейчас, так сказать, все силы пускать на защиту этого Т3. Сбили линку. Ну вот плохая РП-шка, конечно, но это даже, по-моему, не помешает сейчас ребятам из Кайпи выиграть эту драку. Корабль только бафнул так слегка тиммейтов. Ну и, ну, по крайней мере, вот из-за такой не очень хорошей РП-шки сейчас эсикапы вот отбросили команду Кайпи назад. Но все равно разворачиваются ребята и пытаются... Ну, эсэп с Аэгисом, то есть он тупо впитывает. Он просто выходит, дамажит там через манту. Появляется у мячи Аганимчик. Изолюшин наглый выходит, прячет Инчу, стакает Инту, чтобы ультануть пожестче. Ну, блин, я вот не знаю, как тут с этим справляться. Вышка 200 хп, фортификейшна нету. Фортификейшна нету, она падает. Ой, ну, не очень хорошо бы он сейчас на скивере как-то. Ой-ой-ой-ой-ой, корабль! Мам, дорогая, минус 3. Так и сейчас еще и эсэфу надо убить. Собрались. Хексуля, пошла. Саул кетчер, ульт от Олеса на флай. Минус 4. Ну да, с учетом Аэкса минус 4. В Дизрапшн поймали Инчу и Пайлайдай тоже получает по щекам. Вот это, я понимаю, подрались. Вот так бы сразу. Че это вообще за ерунда? 34 минуты пришлось эсекаповцам терпеть, чтобы вот первую такую драку устроить. Ну, там правда вивер, че-то кунку как-то зарезала, че-то не понял, что он там делал. Типа пытался поделить. Вот это вот ложка дегтя в бочке меда. Сделали минус 4, выходит кунка и просто умирает. Так, ну тут хекс у мага. Вот уже хоть что-то. Вот эти вот 14 тысяч золота в плюсе у кайпе начинают не так сильно, ну как бы, сказываться-то они не начинают сказываться, но все равно вот такой небольшой камбэк от Асекап, если еще одну такую драку затеет, то никакие рпшки, никакие там, я не знаю, крутые эсэпы здесь не помогут. Потому что слишком, слишком больно, слишком жестко. БКБшка у ОДМ будет чаще выживать в драках. Ну и я бы даже, честно говоря, включил бы такую табличку и посмотрел бы, что вообще у кого нафармлено. Братрум. Ну, да, делает, конечно, свое БКБ. Постепенно. Там Доминатор, что там по золоту, 3200, то есть это можно себе купить. Сатаник в ближайшее время. Неугомонные кайпи идут дальше ломать топ и... Ну, да, должны, должны, в принципе, на этот раз попытаться. Ультимейты через 30 секунд у Резолюшн, ну там все остальные откатились, самый долгий ультегистра в этой команде. Там стенка сколько у нас? 100 секунд на любом уровне здесь, 160, на минуту дольше откатывается. Два смока покупает Магнус. Сейчас, возможно, попытается что-то сделать. И Дейдлос у пункер. Ну вот жали-жали пацанов к... К хай-граунду. К хай-граунду. Они в итоге берут и так вот разворачиваются. Прямо такие моменты в мувик. Ну что тут? Стоит Боун. Чего-то хочет. Чего-то ждет. Наверное, Смоук хотят здесь поражать, да? Сентряк поставили, проверили. Варды не на... Вардак ли они Смоук будут сжать. Это очень важно. Тут, по-моему, ответ не Смоук. Да? Ну, получается, что так. ССФ Бутерфляй хочет. Ну, Бутерфляй, конечно, классно. Но сплэш Кунки, он все-таки попадет. Если там Кунка Критулю выпишет, то жди беды. Жди несчастья. Ну что, давай Смакевич или добегут, наверное, где-то до вот этой вот линии. И здесь прожмут Смоук. Надо просто отпушить вот это вот сейчас таким вот образом. Да, СФ несколько кайлов дает. Пропушит лайн. Здесь, смотрите, кстати, IC капов, со сколько вардов наставили. Боятся, что на них зайдут секрет шопа. Ну, тут... Тут сейчас должен быть Смоук, на мой взгляд. Что там, Рошан? Еще 3 минуты. Долго, долго, Рошан, ребят. Не тритесь там. Потому что сейчас, слушайте, бараки ведь потеряют. Или... Что, фортификейшн есть. Ну, телепорт, конечно, тоже должны быть у всех. Есть телепорт, есть телепорт. Тут ножками, ножками добегут, да. Вот, уходят оттуда кайпе. Боятся. Гем покупает вивер. Только положить его, к сожалению, некуда. Может быть, отдаст. Но Баратруму нельзя отдавать. Он постоянно суицидится в замесах. ИНЧ. ИНЧ относительно плотная. С пассивкой со своей. Но ульт Дистра и сплэш Кунки. Как бы... Вряд ли. Вряд ли. Она выживет тоже в драке, если подставится под все это. А вот... Артизе можно было бы отдать. Но у него слота нет. Он сейчас потратил телепорт. Как раз-таки слот появился. Тянут время. Тянут время кайпе. Тянут время IC-кап. Никуда не выходят. Ждут. Дэн Резолюшн. Еще какую-нибудь шиву допилить. Ну или, по крайней мере, очередной мистик став. И... Можно будет уже... Свободнее драться. Сейчас все-таки IC-кап себя немножко зажато чувствует. Бетерфляй доделал СФ. А Егис должен быть очень скоро. Но... Очень сложно, знаете, сказать, у кого же все-таки будет позиция хорошая на Рошане. Потому что, с одной стороны, да, тут есть Магнус. Тут есть СФ. Все это неплохо дизейблет. Но IC-кап тоже ведь корабль. Там Торренты, Ульди Стра, Стяжка, Стенка. И прочие радости украинской команды. Что вот они тут напикали нам. Показывают исполнение довольно неплохое. Вот именно в данный момент, да. То есть то, что было поначалу как-то смешно смотрелось. Сейчас получается, что даже неплохие шансы у них есть. Рефрешер. Вот, блин, рефрешер, конечно, будет напрягать. Ой-ой-ой-ой-ой. Смоук. В этом смоуке Кайпи выходит на центр до Рошана. Одна минута, даже меньше 30 секунд остается. Навешивают имповеры. Боон готов залетать. Все, внимание на Магнуса сейчас. План гора. План гора. Тут варды есть. Варды. Вот он, вард. Но, ну, как бы гем должен быть. У кого гем-то? Гем в итоге у Инчи. Она сейчас, ну, вивер, может быть, доломает, да. Типа вот он такой классный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, сейчас такая РП-шка пойдет. Боон выходит. Боон. Нет, разбегается по разные стороны. Пытается убить там. О, импетус прилетел. Блин, потеряли дистра. Очень все плохо. Байбэк мы видим от резолюшена. Стяжка, стенка. Все это под таррентом. Боон пока что не ультил. Взрывается СФ. С байбэка будут пытаться убить резолюшен. Сейчас полетел корабль от Кункина. Он тоже мало кого попадет. Входит Боон. Дает Скивер. Прячет себя в Астрал резолюшен. Но не выжить уже дистру здесь. Конечно же, он умирает. В итоге кайпа потеряли всего лишь одного Баратрума. А Айси Каповцы четверых героев. Плюс дистра с байбэка умер пятым. Как вам такое понравится, ребята? Как вам вот этот вот план гора? Смотрите, что рисуют. Что просто нам рисует Синг-Синг? На мини-карте. Это второй, по-моему, да? Нет, третий даже. Третий Рошан. Сыр для СФ. Или... Да, сыр для СФ Виверу Аегис. Ну, такой размен, конечно, нельзя оставлять без минус Лайна. Тут уже обязаны. Тут уже обязаны идти кайпе драться за Бараки. Убивать Т3. Убивать, по крайней мере, нелишный Барак. Чтобы Лайн сильнее пушился. Но вот пока что здесь только Артизи. Весь такой классный. Весь такой мокрый. Бежит. Но вот крипы сейчас зайдут. И он, типа, попытается так с манты пробить все это дело, да? Но... Фортификейшн просто есть. Не, не пробьет. Иксмарочка. Не попадает, к сожалению, до Торрента. И здесь убили уже. Посмотрите. О, минус 2. Сейчас Вивер уходит просто-напросто за Бараки и прогоняет Кунку. Вот, пожалуйста, минус линия на топе. Может быть, даже Центр пронесут. Фортификейшн еще и Секаповцы не врубали. Вот уже падает Центр. Ну, тут, я не знаю. Либо опять корабль П.О. РПшка. Сейчас ССР взорвется. Мак получает очень много урона. Резолюшн тоже ультанул Син после Форстафа. Ну, как бы он ультанул сначала, да? Потом Форстаф делает Резолюшн. И в итоге его подцепило после того, как он, казалось бы, вышел из драки на Форстафе. Вот такая вот неприятная ситуация. Не, ну, вот эта вот драка на топе с Супер АОЕ прокастом от команды Айси Кап. Это, конечно, очень зрелищно выглядело. Но не удается выиграть карту. Поздравляем команду Кайпи с победой. Очень, конечно, со скрипом они победили. То, что было на второй карте, это, ну, много ошибок делали. Ну, в принципе, на треть собрались и смогли победить. Ну, что ж. На этом можно сказать, что трансляция заканчивается. И что? Что же мне остается сказать вам, друзья, напоследок? А то, что все записи Эйза Капа, включая финал турнира и полуфинал Эмпайр и Айси Кап, появятся в моей группе ВКонтактике. vk.com.slashforseshki. Здесь же есть ссылки на YouTube. За розыгрыш сетов на Спектру и Баратруму мы проводим завтра. Хотя тут была такая чепятка. В понедельник 30-го числа. Но понедельник это 29-е число. Поэтому все-таки, ну, мы эту ошибку пытаемся исправить тем, что проведем понедельник, как и написали. Ну, и всем спасибо за внимание. С вами был Форсешка. Любите доту. Скоро третий интернешнл. Европейская дота заканчивается у нас на сегодняшнем Эйза Капе. Следующие матчи ждите на интернешнл. Ну, а на моем стриме, может быть, я поиграю в папчики. Там Doom по стримлю третий. Планировал все, какой-нибудь хоррор стрим устроить. Ну, и, конечно же, Quake. Quake будет много. Вот буквально на следующей неделе начнется плей-офф одной лиги, где много хороших ребят играет. Посмотрим, чем все закончится. Ну, а на этой позитивной ноте, или негативной, я не знаю, кто за кого болел здесь. Я, честно говоря, болел за красивую игру и мне очень понравился финал. Прощаюсь с вами. Кому завтра на работу, на учебу куда-то еще надо, сочувствую. А я, пожалуй, пойду и как следует высплюсь. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok